Трагичное происшествие в поликлинике. В автозаводском районе в очереди за талоном к врачу скончалась 87-летняя пенсионерка Евдокия Костюнина. По словам очевидцев, пожилая женщина простояла в очереди в регистратуру около 15 минут, а потом внезапно упала. Подоспевшие врачи попытались оказать помощь пенсионерке, но безрезультатно. Нарушение ритма. Нарушение ритма. Сердце. И у нее ванговерная смерть. Врач уже пришла, она не успела, констатировала смерть. Перед тем, как получить талончик, с ней плохо. И упала. И вскоре умерла. Просто стояла в очереди, действительно, за талончиком. Сценка пожилая достаточно была. Действительно, внезапная смерть такая смерть. Такое бывает, конечно. Обязательно всегда оказывать первую помощь. И поскольку реиминационные мероприятия были неэффективны, талон, к сожалению, скончался. Вызывал гастроэнтеролог ее, оказывается, у нее там талончик был. Она пришла, говорит, и упала прямо около регистратуры. Валялась 10 минут. Никто, говорит, ничего не подошел. Потом через полтора часа пришли, накрыли простыни, и она еще валялась. Потому что к пожилым людям все так относятся. Чего пришла? Тебе 90 лет, что тебе тут лечить? С талонами проблематично очень. Очень проблематично. Если не придешь с утра к пяти часам, то вообще талон невозможно достать. Мало талонов дают, да, мало. Людей много, врачей мало. Стоят вот тут прям вот. Почти до двери стоят люди. Вчера, поскольку я знаю, полшестого. Сколько? До 15.7, потом до 8. У окошечка. Вообще очень плохо с талонами. Никуда не попадешь. Вот я больная, сегодня пришла. Больная, да, я еле-еле попала. У нас есть предварительная запись, но почему-то люди обычно плохо как-то, может быть, не знают, по незнанию, то, что предварительная запись. У нас по интернету есть, информация стоит. У нас по телефону запись есть. И в окошечко. То есть непосредственно можно записаться, подойти к окошечку и записаться предварительная запись. Но у нас люди по-прежнему хотят приходить рано, стоять в очереди. Хотя, в принципе, сейчас все возможности есть, чтобы записаться предварительно. По данным Следственного комитета, пенсионерка скончалась по естественным причинам. Однако по факту происшествия Минздраве все же проведут проверку.